МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Сургут-24 в студии Анна Марченко. В начале выпуска коротко о главных темах. Пять часов и ответы на десятки вопросов. Губернатор Югры Наталья Комарова пообщалась с сургутянами. Кадровая реформа. Более 27 тысяч работодателей Югры планируют завести электронные трудовые книжки. И трагедия в Сургутском районе. Легковая иномарка оказалась под колесами фуры. Погибли два человека. Важный день в истории. 76 лет назад, 27 января 1944 года, завершилась почти 900-дневная блокада Ленинграда. За время осада от голода, холода и обстрелов в городе на Неве погибли по разным оценкам. От 630 тысяч до полутора миллионов человек. По территории фашисты выпустили 150 тысяч артиллерийских залпов. Повреждено или уничтожено более 10 тысяч зданий. Спустя почти полтора года после освобождения Ленинграда Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, потеряв более 40 миллионов человек. В Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова по поручению президента России вручила памятные медали «75 лет победы». Ими удостоены 15 сургутян. Это ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей. К вручению президента Российской Федерации я сейчас вручу веление медали нашим ветеранам. И, наверное, правильно будет, что это произойдет в вашем присутствии, в присутствии земляков, сургутян, жителей мальтистского автономного округа Югры. С праздником вас! Спасибо вам! 125 блокадных граммов. В честь 76-й годовщины снятия осады Ленинграда и 75-летия победы Сургут впервые поддержал всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». Она посвящена памяти людей, более двух лет живших и сражавшихся в осажденном Ленинграде. Флэшмоб провела организация «Волонтеры Победы». На проспект Ленина вышли около 20 добровольцев. Они раздавали прохожим те самые 125 граммов хлеба и рассказывали о подвиге жителей города на Неве. В Югре сегодня проживают 52 свидетеля драматических событий 1941-1944 годов прошлого века. 16 из них в Сургуте и Сургутском районе. Акция осознана для того, чтобы почтить память людей, которые боролись в эти сложные дни. Более двух лет шла блокада. И чтобы почтить память тех, кто жил, сражался, организована такая акция. В рамках акции людям волонтеры раздают листовки, в которых написано все о блокаде Ленинграда, сколько дней она длилась, кто участвовал, и как вообще тяжело было в этот период. И также маленький кусочек хлеба весом 125 грамм, который, собственно, и выдавался жителям блокадного Ленинграда на сутки. Вывоз мусора, борьба со снегом и работа общественного транспорта губернатор Югры Наталья Комарова провела в Сургуте встречу с жителями. Беседа продолжалась почти пять часов. За это время глава региона ответила на 60 вопросов. В их числе и будущее врачебно-физкультурного диспансера. Почему автомобильные дороги убирают лучше, чем тротуары? И станет ли дороже для жителей чистка дворов? Ответы знает Дмитрий Круковец. Встречу с жителями Сургута губернатор Югры посвятила трем темам. Работе общественного транспорта, вывозу мусора и уборке снега. Эти вопросы чаще всего поступали к главе региона через социальные сети и официальное обращение. Во дворах у нас часто в Сургуте стоят подснежники, коммерческие полугрузовые, грузовые транспорты. Мало того, что они стоят иногда по несколько дней и очень плохо, трудно, при недостатке парковаться там, они сегодня под снегом. По-любому в городе нужно создавать какую-то систему, которая ответит на эти запросы. Ну, все, проблема устоялась, и у нее есть название. Да? Подснежники, автомобили-подснежники. Наталья Комарова призвала включить в процесс по разработке соответствующей документации всех его участников. От активных граждан до полицейских и управляющих компаний. А в случае трудностей глава региона обещала помочь в создании правовой базы. Много вопросов прозвучало на тему содержания городских дорог. У нас даже мост на Арофлотской единственный, реагентами никогда не обрабатываются. То есть машины постоянно скользят, постоянно там возникают аварии. Особенно весной. Поэтому я хотел бы обратить на этот вопрос внимание и попросить взять на контроль, Вадим Николаевич, либо вас там, как в администрации организовать этот контроль за именно обработкой реагентами дорог. И, может быть, подключиться депутатам. Обработка именно проходит всегда, когда вот это необходимо, в связи с погодными условиями. Там при температурных нюансах разное может быть. Может проводиться, может нет. Она бывает в отрицательную сторону играть, и положительная. Но всё для этого есть. Есть техника у подрядчиков, есть заготовленная песчано-солевая смесь, и вопросов не должно быть. Свой блок вопросов задали пешеходы. Они недовольны тем, насколько отличается качество уборки автомобильных дорог и тротуаров. Почему вы не убираете, в первую очередь убираете проезжую часть, а не убираете именно пешеходные дорожки? Сейчас, наблюдал картину, шёл через мост, через самую девушка, кое-как тащит коляску, тянет вперёд, там вообще не убрано. А коммунальщики в первую очередь убирают у нас дорогу, то есть убирают для машин. Когда они начнут работать для простого человека, который ходит пешком. Наталья Комарова отметила, что за дороги отвечает администрация города, а уборка дворовых территорий входит в зону ответственности управляющих компаний. В мэрии ответили, что сейчас занимаются расчётом того, насколько подорожают коммунальные услуги для жителей многоквартирников, если нормы чистки и вывоза снега сферектируют. В течение месяца мы варианты посчитаем, и у нас будет понятно. Если на сегодняшний день не реже одного раза в месяц, то увеличение периодичности приведёт к определённому росту. Мы это покажем, и только исходя из... и дальше, после собрания собственников, мы можем только лишь применить, либо не применить это. Губернатор Югры в ходе общения с жителями прокомментировал и главную тему последних недель – реорганизацию врачебно-физкультурного диспансера. Предполагалось, что его услугами будут пользоваться исключительно члены сборных команд Югры. А остальных атлетов, это около 13 тысяч человек, планировали перевезти в обычные городские поликлиники. После серии консультаций от такого варианта решили отказаться. Диспансер продолжает существовать в режиме, который был до этого. Все отношения с заказчиками, муниципалитетом, поликлиниками, которые участковые врачи занимаются этим, будут решаться в договорных отношениях с этим диспансером, и они людей не касаются. А все, что было, остается со специалистами, тем же штатом и тем же контингентом, который обслуживался. Мы правильно вас поняли? Да, правильно. В завершении диалога с жителями Наталья Комарова поручила главе Сургута внедрить практику проведения подобных встреч и в своей работе. Такой формат, по мнению губернатора, востребован и позволяет максимально оперативно оказывать содействие гражданам в решении их вопросов. Дмитрий Круковец, Владимир Федоров, Сургут Интерновости. Откликнулась на приглашение губернатор Югры Наталья Комарова в ходе своей поездки в Сургут встретилась с многодетной семьей Афанасьевых. Глава округа оценила благоустройство территории у одной из многоэтажек на проспекте Ленина и предложила обустроить двор без машин. Все подробности у Елены Аманатиди. Мать троих детей Анастасия Афанасьева обратилась к главе округа через социальные сети. Пригласила посмотреть на горку, которую инициативные жители дома на проспекте Ленина 24-3 соорудили своими руками. Наталья Комарова откликнулась и похвалила местных жителей за энтузиазм. Сургутяне, в свою очередь, попросили губернатора посодействовать в строительстве здесь детской площадки. В 2018 году соседний ветхий дом снесли, а освобожденный земельный участок остался невостребованным. Жильцы опасались, что на этом месте построят очередную многоэтажку. Мы хотим организовать постройку детского городка, спортивной площадки для наших детей. Потому что место есть для всего микрорайона, но оно не закреплено ни за каким домом. Шувалов подписал, что это наша территория. Но кадастровый номер не присвоен еще. Неживание не сделано, да. И мы хотим, чтобы Наталья Владимировна помогла нам построить этот городок чудесный. Наталья Комарова просьбу жильцов услышала и поручила главе города Вадиму Шувалову проработать этот вопрос и по возможности ускорить установку детской площадки во дворе. Тем более, что инициативная группа жителей микрорайона уже даже разработала проект. Губернатор региона предложила городским властям подумать над созданием здесь комфортной дворовой территории без машин. Судя по всему, город отказывается от идеи застройки этого пятачка или какой-то части этой территории жильем. Оставляет территорию как дворовую для тех домов, которые уже здесь сложились. Следовательно, в этот период разрабатывается документация из того, как это будет выглядеть. Я не знаю, получится или не получится, но попробуйте, пожалуйста, двор без машины. Это очень интересная история. Людям очень нравится, в конце концов. Построить спортивную или детскую площадку пока мешает другой аварийный жилой дом и нерешенный вопрос смежевания территории. Из-за отсутствия четких границ жильцы не вправе что-то делать. Нам обратилась инцентивная группа. Мы с ними проговорили, что они хотят. Нарисовали схему примерной площадки. Но, к сожалению, мы обратились по обустройству дальнейшему, по участию в программе «Комфортный двор». Но уперлись так в несовершенство еще границы территории. До сих пор границы территории, которые здесь до конца не размежеваны. К сожалению, раз они не размежеваны, жильцы не вправе принимать определенные решения по участию в этой программе. Не забыли и о деревьях. Сургутяне просят не вырубать их при будущем строительстве. Управляющие компанией «Северстрой» и «Комфортсервис» заверили, что уберут только те насаждения, которые представляют угрозу для окружающих, а все вопросы будут согласовываться с жильцами. С ними же обсудят итоговый вариант детской площадки. Коммунальщики и жители надеются, что теперь, после визита губернатора, их двор преобразится уже в следующем году. Елена Монатиди, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. 27,5 тысяч работодателей Югры планируют завести в этом году электронные трудовые книжки. Об этом сообщила на пресс-конференции управляющая Югорским отделением Пенсионного фонда России Татьяна Зайцева. Для жителей, отметила она, отказ от привычного бумажного документа носит добровольный характер. До конца 2020-го нужно решить, в каком виде хочется, чтобы в отделе кадров ввели трудовую. Компании, где сотрудники посчитают нужным оставить информацию о стаже на бумажном носителе, все равно должны будут предоставлять в Пенсионный фонд информацию в электронном виде. Зайцева назвала это двойной подстраховкой для тех, кто не хочет переходить на виртуальный документ. Если человек подаст заявление на ведение трудовой в электронном виде, то прежнюю версию работодатель выдаст ему на руки. С 2021 года те, кто впервые будут трудоустраиваться, будут иметь уже только электронную трудовую книжку. Необходимость в цифровизации документа, по словам Татьяны Зайцевой, назрела давно. Порой человек, обращаясь за назначением ему пенсии, сталкивался с проблемами. Предприятие, на котором он трудился, закрывалось, а бумаги пропадали. Не сдавали в архивы документы, подтверждающие, что данные люди работали на данном предприятии. И при назначении пенсии это, конечно, вызывало трудности, связанные с чем. Невозможно подтвердить, что человек работал на данном предприятии. Были случаи, когда терялась трудовая книжка, либо приходила в негодность на предприятии, хранилась не в тех условиях, в которых есть требования сейфа, то затопление, пожары. Добавлю, что с 1 января 2020 выплата по старости проиндексирована на 6,6%. Среднее увеличение составило около 1 тысячи рублей. В Югре размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составил 23 тысячи рублей. Задали журналисты вопросы о материнском капитале. На данный момент цифры такие. В 2020 он проиндексирован на 3% и составляет сейчас 466 тысяч 617 рублей. Что касается выдачи маткапитала за первенца и увеличения на 150 тысяч выплаты за второго ребенка, Татьяна Зайцева отметила, что пока нет по этим мерам нормативных документов. Чтобы какая-то инициатива начала реализовываться, должен быть нормативный документ. На сегодня пока нормативные документы в стадии проработки, их официально опубликованных нет, поэтому и обратиться, как можно обратиться за тем, чего нет. Я приду и про все новеллы вам подробно расскажу, когда они примут форму документа, закона, постановления, указа. Низкая динамика темпов отделки и монтажа внутренних инженерных систем, несоответствие количества привлеченных специалистов. Это результаты еженедельного мониторинга, который ведут сотрудники Департамента строительства округа и Управления капитального строительства Югры. Информация о том, что частный партнер нарушает сроки ввода Центра охраны материнства и детства в Сургуте, прозвучало на выездном заседании проектного комитета, которое прошло в нашем городе под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Генеральный директор компании ВИЗ Инфраструктура, которая занимается возведением объекта, заверил окружные власти, что график работ переформатируют и темпы реализации проекта увеличат. Сергей Парсаданян заверил, что они осознают поставленные задачи и нацелены ввести объект этим летом. Дополнительным соглашением предусмотрен срок 15 июля 2020 года. Сейчас Центр охраны материнства и детства готов на 90%. Правительство Югры параллельно работает над кадровым обеспечением. Отмечу, что Сургутская клиника – самый масштабный проект в России из подобных. Общая площадь Центра охраны материнства и детства – 63 тысячи квадратных метров, 315 коек, 165 посещений в смену. Медучреждение способно принимать до 10 тысяч родов в год. Судебные приставы Сургута приостановили деятельность двух городских аптек. Такое решение принял арбитражный суд автономного округа, посчитав доказанным обвинение в нарушении лицензионных требований. Все подробности расскажет Виктория Алексеева. Продажа рецептурных лекарств без документа от врача – теперь уголовное преступление. Речь, правда, не обо всех медикаментах, а о тех, которые с 1 декабря прошлого года пополнили федеральный список сильнодействующих средств. Туда включили три препарата – глазные капли, протиэпилептические и обезболивающие таблетки. На территории Сургута общественники и полицейские за последние несколько лет выявили несколько так называемых «черных фармацевтических точек», где зависимым продают медикаменты из запретного списка без каких-либо вопросов. В одной из аптек, кроме того, продавали препараты с истекшим сроком годности. Арбитражным судом Хантамансийского автономного округа принят ряд решений о приостановлении деятельности таких аптечных пунктов, о привлечении их к административной ответственности. В данном случае аптечный пункт, их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток. Судебные приставы закрыли на месяц аптеку по адресу Привокзальная, 27-1. Судебное заседание проходило еще до изменения федерального законодательства. Потому и дело рассматривалось по административному кодексу. За последнюю неделю эта фарматочка стала уже второй, деятельность которой приостановлена из-за нарушений лицензионных требований. Деятельность аптеки в настоящее время приостанавливается, поэтому женщины вам уже лекарственные препараты не отпустить не могут. До сегодняшнего дня аптека не работает. Представителю обеих аптек один и тот же. На судебное заседание он не явился. Спустя месяц после отклоненной апелляции о приостановлении деятельности решение вступило в законную силу. Фарматочку опечатали и поставили на контроль судебных приставов. Исполнительное производство будет находиться на исполнении судебного пристава до истечения срока приостановления. Будут проводиться плановые выезды и проверки, осуществляет ли деятельность данный аптечный пункт. Если будут выявлены нарушения, руководитель данного общества с ограниченной ответственностью будет привлечен к административной ответственности по статье 17.15 административного кодекса. Наказания могут быть разными – от штрафа до уголовной ответственности. В случае, если владелец аптеки нарушения устранит, учреждение сможет возобновить работу. А поправки в федеральный закон гласят, что теперь в случае продажи сильнодействующих лекарств без рецепта от врача фармацевт может отправиться на скамью подсудимых. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В Сургутском районе в ДТП погибли два человека. Авария произошла на 23-м километре трассы утром в субботу. По предварительной информации ГИБДД, 50-летняя женщина-водитель легковушки Киа ехала из Покачей по направлению к Сургуту. На прямом участке магистрали иномарку занесло, водитель не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе прямо перед фурой Интернейшнл. В результате удара погибли две женщины, ехавшие в легковом авто. Еще одна пассажирка, 16-летняя девушка, госпитализирована с серьезными травмами. По словам очевидца, водитель Киа попала в занос. Чтобы выбраться из опасной ситуации, она нажала на педаль газа, но этим только усугубила ситуацию. По факту смертельного ДТП ведется следствие. А в Сургуте легковушка влетела в рейсовый автобус. Авария произошла в 10.45 25 января на перекрестке улицы Щепеткина и проспекта Комсомольского. Водитель пассажирского транспорта двигался со стороны Мелик Карамова и поворачивал налево. В этот момент перед Вольво оказалась Лада Приора. По данным ГИБДД, она выехала на пересечение дорог на запрещающий сигнал светофора. Произошел сильный удар, из-за которого кузов отечественного авто оказался серьезно деформирован. Из-за этого эвакуировать водителя из салона без помощи спасателей и специального инструмента не удалось. Мужчину в итоге извлекли из покореженной машины. Вместе с пассажиром его с множественными ушибами и переломами госпитализировали в травматологическую больницу. Сибирское дерби. Волейбольный клуб «Газпром Югра» на своей площадке принимал текущего лидера российской суперлиги «Локомотив» из Новосибирска. Дополнительную интригу встречу придавал еще и тот факт, что в составе железнодорожников сразу четыре человека ранее выступали за коллектив из Сургута. Как закончилась встреча узнала Татьяна Расторгуева. В разное время за «Газпром Югру» выступали Константин Бакун, Роман Мартынюк, Алексей Родичев. Играл, а затем тренировал сургутскую команду нынешний наставник железнодорожников Пламин Константинов. Все они сейчас составляют костяк одного из сильнейших клубов страны. В стартовой партии гости ушли в отрыв, но ближе к концу отрезка «Газпром Югра» сумел вернуть интригу. Денис Чирейский, Артем Хабибуллин и Алексей Плужников отыграли четыре очка из шести. Но спасти первый сет не удалось. 21-25. Во второй партии «Газпром Югра» воспользовался ошибками «Локомотива» и выходом на замену второго связующего игрока при счете 10-16. В итоге до конца партии гости набрали пять очков, хозяева – 15. Получилась неплохая игра для нас. Срыв один во вторую партию. Но, может быть, и связано с тем, что я хотел все равно давать постоянное игровое время и нашему второму связующему. И как-то, наверное, вторая партия это повлияло и повернуло игру. Развить успех не удалось. Волейболисты «Локомотива» перестроили собственную игру, сделали минимум ошибок и в третьей партии камня на камне не оставили от защиты «Газпрома Югры» – 14-25. Сургутяне следом уверенно начали четвертый отрезок, поведя в счете 4-0. Я понимаю, что после легко выигранной третьей партии немножко идет, нормально идет спад. Поэтому было опасно, как начнем четвертую, но быстро они завелись и решили игру в нашу пользу. Я доволен. К середине партии уверенно лидировали уже гости 10-17. Основной лидер «Атак» «Газпром Югры» – польский диагональный матчей «Музай» не впечатлял, раз за разом ошибаясь. 18-25 в партии и 1-3 в игре. «Музай был нездоров у нас неделю, болел, и поэтому, может, это тоже сказалось, что слабые его кондиции, игры диагонального игрока, этого, наверное, не хватило. Первые две партии он держался на уровне, ждали, что хватит его до конца игры». Залогом успеха гостей стал более качественный прием мяча, атака и блок. Во всех этих компонентах «Локомотив» был сильнее. «Принимали, мы хуже и подавали, чем команда соперников. Все-таки в домашнем матче, я считаю, что должны в этих элементах играть сильнее. Но мастерство игроков сказалось, сборники своих стран показали, что они не зря играют. Ивович тот же дал хорошую серию в четвертой партии, сразу переломил ход игры». Следующий матч «Газпром-Югра» проведет на выезде. В Новокуйбышевске сургутяне встретятся с местной новой, идущей на последнем месте в Суперлиге. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут.Интерновости. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До свидания. Провести вечер с друзьями или семьей, принять участие в мастер-классах или посмотреть на современные арт-объекты – это лишь малый перечень того, чем развлекались гости ночи в «Строителе». Любители адреналина с удовольствием поучаствовали в аттракционе виртуальной реальности, который организовал интернет-провайдер «Метросеть». «Конечно же, мы не смогли пройти мимо такого яркого события, как сегодняшняя ночь в «Строителе». Гостям мероприятия мы предлагаем окунуться в мир виртуальной реальности. Современные технологии помогают развивать скорость реакции, фантазию и расширяют горизонт. Поэтому этот аттракцион пользуется большой популярностью среди детей и взрослых». С помощью очков виртуальной реальности участники могли полностью окунуться в мир выбранной игры. Насладиться высокими скоростями, управляя гоночным болидом, или получить заряд адреналина, участвуя в спортивных состязаниях. «Можно выбрать любую музыку. Ты вслушиваешься, идешь прям под такт и хочется как будто бы танцевать. Интересно очень». «Мне понравилось, что это было что-то наподобие барабанов. Я очень люблю играть на барабанах. Я не знаю, как эта игра называется, но я ее раньше видел. И, признаться, мне она очень понравилась». «Играю первый раз. Но мне действительно очень понравилось. Я просто много раз смотрел именно про эту игру и знаю, как там это надо делать». Увидеть все представленные арт-объекты и поучаствовать в различных мастер-классах можно будет и в следующем году. Ведь «Ночь в строителе» приобрела статус ежегодного мероприятия. А вот стать участником интересных интерактивных проектов от метросети можно будет и на других городских мероприятиях. Ведь провайдер – активный участник культурной жизни Сургута. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Реабилитационный центр «Жемчужины Югры». Продажа и прокат технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Изготовление сложной ортопедической обуви из телек. Белье и экзопротезы для груди. Ортезы для реабилитации после инсульта и травм. А также заключение договоров по сертификатам от социальных служб. Телефон в Сургуте. 93-08-27. В салонах обуви «Саламандр» и «Дисконт-центре» ТЦ «Зайди купи» на «Профсоюзов-21» грандиозная распродажа зимней, летней и демисезонной обуви со скидкой до 70%. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Сотни колясок лучших брендов и красок. Классичные, футуристичные и очень практичные. Удобные и в цене бесподобные. Все коляски в «Карапузе». КАРАПУЗ 103,3 FM КАРАПУЗ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!